Изнанка дела Я вел себя как дурак, Джексон. И если бы она не переживала из-за того, что я расстроюсь, она была бы еще жива. Вам уже можно ехать домой? Да. Найдите его, Джексон. Не важно, что вы выясните о Лоре. Только найдите его. Вы ведь его знаете, да? Старикана. Да, его зовут Тел. Он поправится? Думаю, да. Слушай, окажи мне услугу, а? Не возьму я ваши деньги? Это не тебе, это для него. Купи ему что-нибудь перекусить, фрукты, там, овощи, что-нибудь полезное. Как тебя зовут? Анна Филс. А по правде? Лили Роуз. Хорошо. Спасибо, Лили Роуз. Ладно. Эй, магазин в той... Сообщение есть? Звонила детектив инспектор Монро. Требует прекратить принимать ее по поводу дела Оливия Лэн. Ответ нет. Скажи ей, я угощу ее обедом. Ты ее голоса не слышал на обед, она с тобой точно не пойдет. Сообщение, Дебора. Бинке Рэйн звонила семь раз. Скажи ей, что я занят. Скажи ей, что я умер. Она твоя подружка, не моя. Да, и еще кое-что. Да. Что? Судя по голосу, плохи твои дела. Это ведь не ты ударила меня по голове. А кто по твоему скорую вызвал? Ночью было здорово, но я все еще хочу, чтобы ты нашел мою сестру. Тогда запишись на прием, как и все прочее. Извини. Я сейчас слегка не в своей тарелке. Мы с сестрой были очень близки. Все думали, что Мишель уедет, поступит в университет, но она забеременела и родила Таню. Ну, не думаю, что у них есть полное досье, но... Я знала, что у них были проблемы. Кит был неплохим человеком, но... Но я была совершенно не готова к тому, с чем пришлось столкнуться в тот день. Совершенно. Мишель, это я! Не представляю, чего насмотрелась бедняжка Таня. Повсюду была кровь из раны на голове Кита. Что было дальше с Мишель? В последний раз я видела ее в суде в день оглашения приговора. Встречаться с нами она отказалась. Отказалась читать наши письма. Отказалась от свидания со мной. Я ее не осуждала, учитывая, как нас воспитывали. Отец пил беспробудно. А маме даже собаку нельзя было доверить. Ребенок выбил Мишель из колеи. За малышами ведь не уследишь. Он к ней жестоко относился. Кит? Кит. Так ведь? Он им мухи бы не обидел. В этом-то и была проблема. А где Мишель сейчас? Ее освободили три года назад, но со мной она так и не связалась. Я не знаю, куда она уехала и чем сейчас занимается. Послушай, дело в том, я пообещала ей, что позабочусь о Тане. Но я сама была еще ребенком. Передо мной была вся жизнь. И я ее подвела. Извини. Бинки не сейчас, я работаю. Да. Хорошо. Я заеду утром. До свидания. Ты хочешь, чтобы я разыскал твою сестру? Нет. Она ясно дала понять, что не хочет, чтобы ее искали. Я хочу, чтобы ты нашел Таню. Говорю вам, Джексон, кто-то копался в моих бумагах. При всем уважении, Бинки, как вы об этом узнали? Бумаги перемешались с моими личными документами. Давайте, показывайте. Не стану я вам ничего показывать. Что, по-вашему, означает слово «личные»? Я покараулю ночью. Как вам? Это все, о чем я прошу. Поставь, Амелия. Мне нужно передохнуть. На это несколько недель уйдет. Не стоит тут торчать ради меня. Отправляйся домой. Я еще тут побуду немножко, если ты не против. А как же Генри? Он справится. Будем, как две старые девы, слоняться по родительскому дому. Дамы. О, мой герой. Вы обе выглядите подозрительно счастливыми. Ничего не могу с собой поделать. Меня пригласили в новую пьесу. Это хорошо. Если потребуется роль, она даже не станет раздеваться. Поставьте. Дальше я сам. Послушайте. Что у вас с головой? Ничего, упало. Вы должны о себе заботиться. Или найдите кого-то, кто это сделает. Я сделал все, что в моих силах. Но след давно остыл. Пожалуйста, мистер Броуди. Не прекращайте искать нашу сестру. Пожалуйста. Дебора, что там у тебя со спиной? Я не могу с подписком полицейских, которые дежурили в ночь, когда пропала Оливия Лэнд. Детектив-инспектор Марион Фостер. Я служил у нее под началом. Свяжись с ней. Да, мистер Броуди. А когда закончишь, займись Мишель Флетчер. Ее посадили за убийство мужа в 1994-м. У нее была дочь по имени Танин. Сахар? Что? Мистер Броуди, меня зовут Квинтус Рейн. Рейн? Бинки, моя двоюродная бабушка. Два кусочка, пожалуйста. Хорошо. Мой отец был племянником Бинки. Они не были особенно близки, но он просил, чтобы я к ней наведался. Убедился, что она ни в чем не нуждается. Ни в чем, с чем бы ни справилась компания по уборке помещений. Я удивился, обнаружив частного детектива в списке платежей моей двоюродной бабушки. Она с трудом счета за газ оплачивает. Вы считаете, что я обдираю Бинки? Лично я считаю котов отродием сатаны, но эта женщина их любит. Дебора, зайди. Будь добра, сообщи Квинтусу, сколько денег мы выманили у его двоюродной бабушки. Ну, на сегодня я отослала шесть счетов, в которые включены ваши рабочие часы, затраты на поездки, еду, НДС. Дебора, сколько? Она не заплатила ни пени, ни единого гроша. Второй раз я просить вас не буду, Броути. Держитесь подальше от моей бабушки. Твоя секретарша ничего тебе не передавала? Мне нечего тебе сказать. Одна последняя, крохотная услуга. И на этом все, клянусь. Мудак. А я угощу тебя хорошим обедом. Ты ужасно надоедливый. Мне так и говорили. Итак, кто там хотел раскроить тебе голову, Джексон? Ну, кроме всех полицейских Лотана и Бордерса, разумеется. О, и твоей бывшей жены. И меня. Ага. Не удавшиеся ограбления. Но ведь ничего не украли, так? Их спугнули. Мне повезло. Тебе никогда не везет. Можно взглянуть? В последний раз я для тебя что-то делаю. Разумеется. Таню Флетчер отдали в приют после того, как ее мать посадили. Ее перекидывали из одной соцслужбы в другую, в основном в Англии. Наркотики по мелочи, нарушение общественного порядка, предупреждение за проституцию. Она пыталась разыскать свою мать? Нет, если верить ее досье. А где она сейчас? Компьютер говорит «не знаю». Скажи мне, что у тебя там со всеми этими девочками? Послушай, Лора Вайер... Нет, предупреждаю тебя еще раз. Послушай, я думаю, у нее был обожатель. Она была красивой девочкой, мы уже обсуждали. Преследователи. Кто-то дарил ей подарки. Ни члены ее семьи, ни друзья не упоминали никакого преследователя. А она не рассказывала друзьям, не хотела, чтобы узнал отец. А какие подарки? Какие дарят люди, совершенно не разбирающиеся в женщинах. Например? Например, большой розовый пушистый медвежонок. Мне когда-то один мужчина подарил большого розового пушистого медвежонка. Хотя он и правда жил со своей матерью. Я нашел это на дне ее рюкзака. А кто ей его подарил? Я спросил ее и даже рассердился, но она мне не сказала. Сказала только, что это того не стоит. Обыкновенно. Обыкновенный парень в желтом свитере. У него бывает много гостей. Вот только не мужчины и не старше двадцати. Время пошло, мам. Извини, ты куда собрался? Я еще и Пудин хочу. Я не знаю, что это. Я не знаю. Когда ты впервые встретился с Лорой? Не помню Я тебе помогу, Стюарт Я лишь пытаюсь составить о ней представление Она ведь была запоминающейся девушкой, особенной Попробуй вспомнить, когда ты в первый раз ее увидел Нет ничего плохого в том, чтобы с кем-нибудь встречаться, Стюарт Я косил лужайку, и она была в соседнем саду с мистером Джессопом Я предложил заодно покосить ей его лужайку Нет, Стюарт, спасибо Вот злюка С нашим Стюартом что-то не так Ему уже за 30, а он живет со своей мамочкой На вид он такой безобидный Да, вот таких и надо бояться Она была к тебе добра Дело не только в доброте Тогда, может, в лечении? Так вы ходили на свидание или еще куда? Она слишком боялась, что ее отец узнает Точно Но если бы не ее отец, кто знает, как у вас с Лорой сложилось бы? Это все, что мне известно Вам пора уходить Ей понравился твой подарок? Да Правда? Пожалуйста, уходите А я думаю, не понравился А Стюарт Если вы не уйдете, я позвоню матери Послушай, ты не виноват Она не поняла Не уловила просто Тяжело тебе, наверное, пришлось Зарешлось Стюарт Ты меня напугал Почему ты меня игнорируешь? В каком смысле? Стюарт Послушай, мне было тебя жаль, поэтому я с тобой и заговорила И только Не против все этому Ничему я не противлюсь И прошу, не покупай мне подарки Ты сама знаешь, что между нами есть невероятная связь Не надо это отрицать Послушай, оставь меня в покое Мой папа адвокат И он устроит тебе большие неприятности Если не прекратишь доставать меня Твой отец не сможет помешать нашей любви Оставь меня в покое И тогда ты взял нож и пошел в офис ее отца Просто, чтобы напугать его Нет Тебя к нему не впустили Правда? Тебя не пускали И ты разозлился, так, Стюарт? Нет Ты ворвался и оказался лицом к лицу с человеком, который стоял между тобой и твоей любимой Ты даже не заметил, что она тоже там Ей бы ты вреда не причинил ни за что, правда? Я хочу к маме сейчас же И все же ты ранил ее, Стюарт Так ведь? Луис, у меня для тебя кое-что есть Она так измотана Бедная девчушка О, Боже Его зовут Стюарт Лапин Сейчас его допрашивает полиция Кто он такой? Просто человек Одинокий человек Который жил по соседству с учителем Лоры За что? Потому что она к нему была добра Да Просто была добра Инспектор Броуди, если не ошибаюсь Элейни Айлин Айлин Я ищу Ширли Мэнинг Ну и какова она жизнь полицейского? Довольно мерзкая, как мне думается А она не одна Вот везучая сучка Здесь каждый пытался его подцепить Они встречаются? Профессор Уолч, ее жених Он заведующий педиатрическим отделением Красивый, добрый, богатый Они собираются пожениться? Я скажу, что вы здесь Почему ты не сказала, что собираешься замуж? А это что-нибудь изменило бы? Да, разумеется Господи, Джексон Ты что, такой правильный? Это был просто секс Проехали Просто секс? Неужели ты настолько печешься о том, чтобы найти Таню, что готова изменять жениху? Так Я тебе заплатила, найди Таню А остальное тебя не касается Знаешь что, я проверил Мне ее не найти Никаких записей с того момента, как она ушла из последнего приюта Так что... Нет, прошу тебя Ведь есть официальные каналы Я все перепробовала Да что с тобой такое, а? Почему спустя столько лет ты так отчаянно пытаешься найти ее? Потому что Я выхожу замуж Потому что речь идет о создании моей собственной семьи И это заставило меня вспомнить, осознать, что она у меня уже есть Хорошо Я подвела Таню, я знаю Я хочу загладить вину перед ней Дать ей понять, что она не одна Пожалуйста Найди ее Я хочу загладить вину перед ней Мне Нев! О, нет! Ты взял обед? Да. Бери свою пачку. Только смотри, не попадись. Спасибо. Я должен был забрать ее с автобусной остановки. Ты же это знаешь? Да. И ты знаешь, что я люблю тебя, Шнурок? Да. А теперь вали в школу и научись там чему-нибудь. Амелия, кто умер на этот раз? Если это не здоровенная лошадь, я был бы очень признателен, если бы вы позаботились обо всем сами. Мистер Броуди, приезжайте скорее, вы должны. Успокойтесь, Амелия, я еду. Я скоро буду у вас. О, бинки. Извините. Я не могу тебе. Спасибо. Восемь часов кто-то треснул тебя по голове. Спасибо, мне уже намного лучше. А теперь одну из твоих клиенток находит мёртвый в её собственном саду. Ей было за восемьдесят. Умерла от естественных причин. Об этом пусть судит судмедэксперт. Очень жаль, миссис Рэйн. Я могу идти? Да. А почему ты позвонила Броуди до того, как вызвала полицию? Не волнуйся, я не перебегу тебе дорогу. Кто вообще захочет спать со мной, если есть ты? Амелия! Я закончу как Бинки Рэйн, мёртвая, пропахшая котами, валясь ничком в собственном саду. Этого не случится, Амелия. А что помешает? Ты же не любишь котов. Милли. Спасибо вам обоим. Вы были очень добры. Вас куда-нибудь подвезти, Джексон? Я на своей машине, Тео. Езжайте домой. Лили Роуз, могу я угостить тебя обедом в знак признательности? Да я просто умираю с голода. Тогда забирайся. Я сам слегка проголодался. Никакой жирной пищи, алкоголя, сыра и мяса. Не хочу вас снова здесь увидеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой сегодня день чудесный. Я уже видела вас здесь раньше. Меня зовут Джин. Джин Стэнтон. Амелия. Амелия Лэнд. Такая глупость. Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели ты настолько печёшься о том, чтобы найти Таню, что готова изменять жениху? Так, я тебе заплатила, найди Таню, а остальное тебя не касается. Я искал. Никаких записей с того момента, как она ушла из последнего приюта, так что... Нет, прошу тебя. Ведь есть официальные каналы. Я всё перепробовала. Но давай, Луис, не подведем. Да, красота. Вот так. Он шутэ, мадам. И когда мы приедем? Ещё пару часов. Это в Йоркшире. Я из Новой Зеландии. Это на языке Маори. Что это? Овечка без головы и ножек? И что? Облако. А это? Без рук, без ног в бассейне болтыхается. Рыбка? Поплавок. Ерунда какая-то. Мама сказала, что ты должен привести меня к питью. Я знаю, знаю. Я всего на минуту. Но, папа, ты всегда так говоришь. Да, и всегда серьёзно. Здравствуйте. Чем могу помочь? Я разыскиваю Мишель. Мишель Флетчер. Такой здесь нет? Что вам нужно, мистер... Броуди. Джексон Броуди. Я частный детектив. Ваша сестра наняла меня разыскать Таню. Пожалуйста, уходите. Нет, Джон, всё в порядке. Пойдёмте в дом, мистер Броуди. А где сейчас моя сестра? Она живёт в Эдинбурге. Работает медсестрой. И она обратилась к вам? Она обручилась, думает завести семью. Ей кажется, что она подвела Таню. Так и есть, чёрт возьми. Послушайте, она была слишком молода. Ребёнка отдали в приют. Да, на несколько лет. Но потом её должна была воспитывать шир лет. Так мы договаривались. Что на самом деле случилось в тот день, Мишель? Я влюбилась в Кита, когда мне было 17. Забеременела, но была убеждена, что смогу совместить семью и карьеру. Это заблуждение скоро рассеялось. Помолчи, козявка, слышишь? Тише! Её зовут Таня. Зачем ты разбила грядку, Мишель? Потому что мне так захотелось. Несколько кабачков и кориандр. Разве я о многом прошу? Мы живём на чёртовой ферме. Кругом сплошные овощи. Мы живём на чёртовой картофельной ферме. Замолчи! Пожалуйста! Ш-ш-ш! Дай мне! У неё будет сотрясение мозга, если её так трясти. Денег нет, ребёнок плачет. И при этом ты ещё пытаешься учиться. Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Тише, Таня! Тише! Положи его, Мишель! Почему я это сделала? Продолжайте. То, что я вам сейчас скажу, я не говорила ни единой живой душе. Даже Джону. Положи его, Мишель! Ты тупая самовлюблённая дрянь! Ты могла её задеть, тупая корова! Я ненавижу тебя! Ничтожество! Никакая ты не мать! Ты тупая! Что ты будешь делать, Мишель? Чёрт, ты разрушила свою жизнь! И Танину! Это сделала ты! Он бы тебя убил. Мне пришлось. Уходи. Уходи. Уходи, Ширли, прошу тебя. То, что ты сделала, моя вина. Уходи. Обещаю, я о ней позабочусь. Уходи. Я знаю. Подрасту, заберу её и выращу. Я сейчас позвоню в полицию и скажу, что так тебя и нашла. Договорились? Договорились, Мишель? Пусть у неё будет новая жизнь, Ширли. Будь для неё матерью, которой я стать не смогла. Я думала, она убила его, чтобы меня защитить. Думала, она сделала это ради Тани. Все эти годы в тюрьме. Я думала, что хотя бы вместе с Ширли Таня живёт нормальной жизнью. Вы хотите, чтобы я нашёл Таню? Для вас? Я никогда не любила своего ребёнка, мистер Броуди. Вас это шокирует? О, вы были очень молоды. Постоянный стресс. Нет. Так для неё будет лучше. Есть основания полагать, что её жизнь тоже не усыпана розами. Наркотики, проституция. Это нечестно. Не смейте, чёрт вас возьми, мнить себя богом и играть нашими жизнями, мистер Броуди. Оставьте меня и Таню в покое. Ваша дочь отлично играет в крокет, мистер Броуди. Выходи, поиграем. Это весело. Я заварю чай. Мистер Броуди уже уходит. Ниф! У тебя всё хорошо, пап? Всё прекрасно. А почему ты спрашиваешь? Мне по дороге нужно ещё кое-куда заскочить. Ладно? Привет, Ниф. Это Марли, твоя племенница. А в Новой Зеландии играют в крокет? Только детскими головами, насколько я знаю. Мне кажется, лучше не упоминать о Джоне и Мишель при твоей маме. Почему? Ну, знаешь. Эй! На выход! Квинтус? Так это были вы? Я же сказал, что не брал деньги у вашей бабушки. Понятно? Ладно, извините. Я ведь предупреждал. Держитесь подальше от моей двоюродной бабушки. Папа! Вернись в машину. Потрясно! В машину! Привет! Привет! О, Господи, что случилось? Знаю, выглядит ужасно, но... Мы ездили на кладбище, еще я играла в крокет с викарием, а потом папа побил одного дядьку. Клиента. Ну, все. Ты издеваешься? Ты умолял позволить проводить побольше времени с дочерью, а сам берешь ее на работу и подвергаешь опасности? Конечно, нет. Меня никто опасности не подвергал, потому что папа сломал тому дядьке руку. Ладно. Иди, солнышко. Иди. Он набросился неожиданно. Неожиданно. Ты сам все испортил. Ты вломился в департамент уголовного розыска? Просто вошел. Влез в мой компьютер под моим же паролем? Это правда. Ты в курсе, что я тебя арестовать могу? Но больше всего меня бесит то, что ты знал мой пароль. Я сидел с тобой рядом много лет. Тебе стоило его поменять. Использовать имя и дату рождения сына, корм на смех, тоже мне секретность. Ты просто нечто, Джексон. Неудивительно, что жена тебя бросила. Очень мило. И что она увозит Марли в Новую Зеландию, ты тоже знаешь? Здравствуйте, мистер Броуди. Я тут мимо проходила. Детектив-инспектор Луис Монро, старый друг и коллега. Здравствуйте. А это Джулиланд. Я помогаю ей выяснить, что случилось с ее сестрой Оливией. Я получила роль. Потрясающе. Я вас оставлю. Было приятно познакомиться. Мне тоже. Вы же понимаете, что шансы что-то найти спустя столько лет практически нулевые. Я верю в мистера Броуди. Серьезно? Позавчера Амелия показалась мне намного более счастливой. Это несчастье. Это истерия. Она когда-нибудь проходила психотерапию? Это не в ее стиле. А вы когда-нибудь проходили психотерапию? Я из Йоркшира. Там это противозаконно. Бедная Амелия. Иногда мне кажется, что она жалеет, что забрали Оливию, а не ее. Думаете, она во всем винит тебя? С того дня ее жизнь замерла. До недавних пор я даже не осознавала, насколько это серьезно. Какой она была в детстве? Она всегда говорит, что ее любили меньше всех. А на самом деле? Думаю, скорее всего, да. Вы ведь женщина, Джулия. Я знала, что вы заметите. Я познакомился с одной женщиной по имени Мишель. Она сидела в тюрьме и не виделась с дочерью 17 лет. И она умоляла меня не искать ее. Мне ей поверить? Вы спрашиваете мое мнение? Да. А дочь-то хочет, чтобы ее нашли? Да. Хороший вопрос. Я не просила тебя искать Мишель. Она мать Тани и имеет право знать, что ты ищешь ее дочь. Она отказалась от этого права в день, когда убила Таниного отца. Если это она убила Таниного отца. Послушай, Кит мертв. Его не вернуть. Мишель отсидела с рук, общество получило свой фунт плоти. Джексон, моя сестра очень хитрая особа. И если она впарила тебе какую-то небылицу... Таня пыталась тебе рассказать, связаться с тобой. Что? Что слышала? Думаю, ты хочешь, чтобы я нашел ее до того, как она найдет тебя. Что ты такое несешь? Ты просто боишься, что какая-то наркоша разрушит твою драгоценную новую жизнь. Твой брак. Ты ненормальный. А ты лгуния, самовлюбленная, манипулирующая людьми, сука. И ты правда решила, что я стану тебе помогать? СТУК В ДВЕРЬ Почему ты следишь за мной? А? Почему? Я не слежу. Тогда почему убегала? А? Это вы за мной гнались? Не ври. Почему ты за мной следишь? Отвали. Никуда ты не денешься. Отвечай, почему ты за мной следишь? Говори. Почему? Я не за тобой следила. А за ней. Ширли Мэнинг? Да. Таня? Это ведь ты? Сначала меня отдавали в приемные семьи, но с ними не получилось. Потом детские приюты. Ты знала, что сделала твоя мать? Все вокруг считали, что эта страсть как весело. Твоя мать убийца, и даже она не хочет себя видеть. И тогда ты переехала в Эдинбург, чтобы найти свою тетку. И как она тебе? Не знаю. А тебе она как? Тоже не знаю. Давай пока ничего не предпринимать. Сначала все обдумаем. Так, кем ты пока будешь? Лили Роуз или Таней? Лили Роуз. Значит, Лили Роуз. Звонила некая Ширли Мэнинг и сказала, что больше не хочет о тебе слышать. Уже результат. Поверенный миссис Рейн звонил в который раз и сказал, что если ты не начнешь отвечать на его звонки, он вызовет тебя повесткой в суд. Ладно, насчет повестки я придумала, но у него что-то срочное, и он действительно хочет встретиться. Браузи, встать, смирно. Суперинтендант Марион Фостер. Мэм. Боже мой. Так вот, во что ты превратился. Дебора, принеси суперинтенданту кофе. Черные две ложки сахара. Вообще-то я собиралась закончить. И побыстрее, пожалуйста. Хорошо. Да, сэр, мэм. Оливия Лэнд, у вас хотя бы были версии, кого ловить? Отдаленные. Мы считали, что кому-то выпал случай, и ее похитили. Соседи видели, как поблизости шатался незнакомец. Но его алиби подтвердилось. А поближе к дому? Членов семьи рассматривали? Я присутствовала при опросе сестер Лэнд. Однако сомневаюсь, что смогу что-то добавить к тому, что тебе уже известно. Расскажите мне об отце, Викторе. Он был холодный, как рыба. Контролировал себя и всех вокруг. У всех остальных в голове был полный бардак, что у матери, что у девочек. Как уж их там звали? Сильвия, Джулия и Амелия. Странные были девочки. И Сильвия была среди них самой чудной. В каком смысле чудной? Она начинала замыкаться в себе, если на нее слишком наседали. Она теперь монахиня. Их отец недавно умер. И вот это было в его вещах. Голубая мышь. Я просила вас сюда больше не приезжать. Я сегодня показал голубую мышь офицеру в отставке, очень опытному, много чего повидавшему. И знаете, что произошло, Сильвия? Меня зовут сестра Мэри Люк. Она была потрясена и очень расстроена. А когда я показывал ее вам... Вы ничего во мне не знаете. Ничего. Вы должны быть очень злой на своего бога, Сильвия. Он не мой бог. Он Господь предвечный, и я не позволю вам упоминать его имя в суе в этих стенах. Сидеть! Пожалуйста, оставьте меня в покое. Ничего хорошего не выйдет из... Я заметил это в ваших сестрах, в первую же нашу встречу. Ужас неведения того, что случилось. Самобичевание за то, что не смогли ее спасти. Саморазрушение. А бедная маленькая Оливия нет даже могилы, на которой можно помолиться за ее душу. И все эти годы некуда было приносить цветы в ее день рождения. Прошу вас. Жизнь Амелии разрушена, знаете ли. Джулия – потерянная душа. А вы, в ваших силах, сестра Мэри Люк, даровать исцеление. Бин Керейн жила с нами по соседству. Мы пробирались к ней в сад и пугали Оливию, говоря, что она ведьма. Мой отец был не таким, каким казался. На его столе была статуэтка святой Жанны Орлеанской. Он начал поглядывать на Оливию, так же, как раньше смотрел на меня. Оливия! Оливия! Просыпайся, давай. Не разбуди ее. Я самая старшая. Я должна быть с тобой. Тапочки тебе не понадобятся. Почувствуй мокрую траву пальцами ног. Идем же, быстрее. Сюда. Я хочу, чтобы ты кое-кого увидела. Пойдем со мной, быстро. Не обязательно во всем служить за маму и папу. Особенно папу. Только меня. Потому что я буду тебя защищать. Я не хочу идти к дому ведьмы. Что? Не будь дурочкой. Миссис Рейн никакая не ведьма. Мы просто так играем. Оливия! Узри же, Жанну! Замолчай, Левия. Ты разбудишь миссис Рейн. Что же мне делать? Замолчай, Левия. КОНЕЦ Сильвия, что случилось? 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 Это здесь. Сильвия, что случилось? Так как? Как ты поступишь? Мы можем? Мы можем пойти и познакомиться? Все в порядок? Все в порядке, дорогая? Да. Да, 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 да. хорошо. Я просто... я хочу вас проведать. Я думала о том, что... Генрия. Я думала о том, что... Генрия... Генрия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, мистер Брауди. Вы нашли нашу пропавшую девочку. Бери всю пачку. Спасибо, мистер Брауди. Фрэнсис! 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 Фрэнсис!